Привет, друзья! Рад видеть вас на канале MyGadget. В обиходе у народа есть два понятия. Радар-детектор и антирадар. Радар-детектор позволяет вам обнаруживать полицейские камеры и оповещает вас о приближении к ним. Но вот антирадар это глушилка, которая искажает показания полицейских камер и позволяет скрыть реальную скорость авто. По логике, радар-детектор и антирадар выполняют одну и ту же функцию. Они помогают вам избежать штрафа. Но только вот радар-детекторы разрешены, а антирадары запрещены. Однако в народе граница между этими понятиями практически стерлась. То есть их используют как синонимы, определяя детектирующие устройства. В этом видео мы поговорим о лучших радар-детекторах. Ну а перед тем, как мы начнем, большая просьба подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы получать оповещение о новых видео и поставить лайк, если видео будет для вас полезным. А также не забывайте заходить на наш сайт mygadget.ru.com. Там вы сможете узнать подробно о том, как выбрать радар-детектор и найти еще больше рейтингов и обзоров. Ну а кроме всего прочего, вы сможете задать любой интересующий вас вопрос нашим экспертам. Ссылка на сайт будет в описании к этому ролику, либо по подсказке в правом верхнем углу экрана. Открывает наш рейтинг Silverstone F1 Monza GS. Это бюджетное продолжение линейки радар-детекторов Monza. Устройство устанавливается на лобовое стекло с помощью присоски. Имеет три уровня режима город, а также режимы трасса, смарт и технологию сигнатурной фильтрации помех. Активные радарные диапазоны и дистанция до стационарного радара по GPS отображается на LED-дисплее. Данная скорость авто на дисплей не выводится. Monza GS – это неплохой радар-детектор для детектирования стационарных антирадаров при движении по городу. Но вот на трассе чувствительности его антенны будет хватать не всегда. Средняя его цена – 4500 рублей. На четвертое место попал радар-детектор Xiaomi G475 STR. Это прямой конкурент Monza GS. Потому что в нем используется антенна примерно той же чувствительности. Здесь также есть сигнатурные технологии для подавления помех, режим трасса и город. Два уровня, а не три, но это не столь существенно. Помимо данных о режимах работы, на дисплей также выводится скорость движения. Единственная ощутимая разница между устройством Xiaomi и Silverstone – это их комплектация. Последний поставляется с тремя окреплениями, липучкой и присоской для установки на лобовое стекло, а также коврик, позволяющий зафиксировать прибор на торпедо, чтобы он не закрывал обзор. Средняя его цена – 6000 рублей. На третье место попал радар-детектор Neoline X-COP7500S. Это устройство уже по классу выше, чем те, которые мы рассмотрели ранее. Здесь установлен сверхчувствительный XD-модуль, который без проблем детектирует стрелку, крис, кордон и другие радары. На дисплее отображается режим работы, скорость и название обнаруженных радарных комплексов. Тип крепления на лобовое стекло с помощью присоски. Ключевое отличие радар-детекторов Neoline от устройств конкурентов заключается в использовании уникального фильтра Z-Signature. В большинстве случаев ложные сигналы отфильтровываются путем сверки с внутренней базой данных. Однако технология несовершенна, поэтому есть риск, что радар-детектор пропустит полицейскую камеру. В модели Neoline сигнатурная технология реализована немного иначе. Радар ловит все сигналы, после чего он отфильтровывает лишние. Такой принцип действия позволяет обнаруживать все радарные комплексы. Но здесь вырисовывается другая проблема сравнительно с классическим сигнатурным фильтром. Повышается количество помех. Средняя его цена 8000 рублей. Омни РС 550 занимает второе место в нашем рейтинге. Это хорошие варианты среднебюджетного сегмента, который подойдет для езды и по городу, и по трассе. Модель имеет большое количество опций для настройки с учетом профиля использования. Водитель может корректировать частотомер и отключать отдельные диапазоны в зависимости от условий движения. Радарный блок отличается высокой чувствительностью, что позволяет заблаговременно обнаруживать маломощные мобильные радары. Значимых недостатков у Омни РС 550 нет. Можно выделить только сложность регулировки для неопытных пользователей. Но из-за большого количества опций каждый может настроить его под себя. Стоит он 13000 рублей. Ну и почетное первое место занимает Тескорд, Редлайн, ЕХ и НТЛ. Это можно сказать Mercedes в мире радар-детекторов. Это первое устройство, в конфигурации которого используются две антенны, которые в сочетании с сигнаторным фильтром IVT обеспечивают бескомпромиссную эффективность детектирования при минимальном количестве помех. Конструкция устройства продумана таким образом, что детекторы – радар-детекторов, которые применяются в странах, где антирадары запрещены, не способны его обнаружить. Дружественные интерфейсы многочисленные опции позволяют настроить радар-детектор с учетом стиля вождения и индивидуальных предпочтений. А если установить на смартфон фирменную программу, управлять радар-детектором будет еще удобнее. Средняя цена – 60000 рублей. Вероятно, большинство из вас согласится с тем, что основными критериями выбора радар-детектора является дальность срабатывания и стойкость к помехам. Если вам часто приходят письма счастья после поездок по городу, то вам подойдет больше бюджетная модель, потому что в этом случае вас ловят чаще стационарные камеры, а их метки в GPS есть практически в каждой дешевой модели. Другое дело, если вы часто выезжаете на трассу, там бюджетное устройство уже не будет справляться, поэтому нужно выбирать блок помощнее. Ну а на этом видео подходит к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч!